О втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа и на слова всем нам надлежит предстать в предсудилище Христово, чтобы каждому дать о себе отчет. 780. Я полагал, что вчера я сказал вам нечто великое и значительное. По существу дело оно действительно было великое и превосходило всякое слово. 880. Тем не менее сегодняшнее чтение настолько же превосходит его, насколько само оно превосходит наши слова. Хотя я не думал, чтобы что-нибудь превзошло его, однако приходящееся на сегодняшний день чтение оказалось гораздо сильнее. Что же именно было просит на сегодня? 880. Все мы предстанем на судилище Христово, ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мной поклонится всякое колено, и всякий и жив исповедается Богу». 980. Итак, неужели каждый из нас воздал о себе слово, слово Богу? 980. Заметьте, не сказал просто «всякий поклонится», но «всякий исповедается, дав отчет», то есть сделанным им. 1080. Итак, представляй себе владыку всех сидящим на престоле. 1080. Будь внимательным к себе, о человек, и не производи раздора и разделения в церкви, отторгаясь от благодати. Ведь Христос и тебя, и весь род человеческий потребует к ответу. 1280. О том, чтобы не показалось, что это сказано только для нашего устрашения, он, пользуясь тем, что следовало об этом говорить по ходу речи, и далее касается того же предмета. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая в представение или соблазну. Римлянам 14.13. Это относится к одному не больше, чем к другому, а потому может быть приложимо к обоим, и к совершенному, который соблазняется разборчивостью в пище, и к несовершенному, для которого служат с пресновением слишком резкие укоризмы. 13.13. 14.13. Совсем не имея намерения исправить его. 18.13. Если не сберечь есть проступок, как показывает пример ,по чего не навлечем мы на себя соблазняя другого? 19.24. Слабость его должна побуждать тебя сдерживаться. Если бы он был крепок, не имел бы нужды в такой попечительности. А теперь, чем он слабее, тем большего требует внимания. Итак, будем заботиться о немощном браке и поддерживать его во всех случаях. Ведь мы дадим ответ не за свои только грехи, но и за все то, чем соблазняем других. Но если трудно отвечать и за свои грехи, то как нам спастись, когда присоединится сюда еще и ответственность за соблазны? Да не подумаем оправдываться тем, что мы не одни, что найдутся сообщники в наших грехах. Это только увеличит наше наказание. Змей наказан был строже жены, а жена строже мужа. И Завель понесла более тяжкое наказание, чем Ахав, отнявший виноградник. Так, конечно, и ты, если окажешься виновным в гибели других, подпадешь более тяжкому наказанию, чем те, которым послужил ты соблазном. Не так пагубно самому согрешить, как ввести в грех других. Почему апостол и говорит, не только это делает, но и делаешь их одобряешь. Поэтому, видя, что другие грешат, не только не будем подталкивать их на грех, но постараемся извлечь их из бездны порока, чтобы за гибель других нам самим не подвергнуться казни. Впрочем, обратимся к тому, о чем была у нас речь. Чем нам должно предстать на суд. Так написано. И дадим отчет Богу. Что тогда будем делать мы, добровольно погрязавшие во грехах? Где найдем поддержку? Чем потерпнем утешение? Чем умилостивим грозного судью? Куда скроемся от стыда, когда обнажится пред нами наше собственное несчастье? Другое дело теперь. Если теперь пожелаем мы исправиться и творить угодное Богу, то можем мы все свои грехи омыть и избегнуть ужасов грядущего суда. А это возможно, конечно, если постоянно будем помнить о своем отшествии отсюда, о бренности тела. Помни, говорит ты, мудрый, последние твои дни и вовеки не согрешишь. Затем будем представлять себе в своей мысли страшный суд Христов, на котором все будет разоблачено и обнажено пред его очами. И слова, и дела, и мысли. Будем далее напоминать себе об огненной реке, о неразрешимых узах, о тне непроницаемой, о скрежете зубов, о черви ядовитом, о том дне ужасном для грешника, светлом и радостном для усовершившихся в делах правды. 782 Но находятся люди настолько исполненные безумия, что боговдохновенное писание считает ложными, а суд Божий представляет аллегорией. Я слышал о нескольких преданных греху и погрязающих в бездне страстей, что они распространяют подобные мысли, утверждая, что бог угрожает наказаниями за гробом, только для того, чтобы устрашить людей. Что, конечно, на самом деле он этого не сделает, но будучи свеколюбивым, ограничиться незначительным наказанием, да и то, главным образом, по отношению к тем, которые совсем его отвергают. Но послушайте же, развращенные сердцем люди, работающие коварству дьявола, радующиеся о вашей гибели, ведь это он, конечно, внушает нам такое бесстрашие, что под влиянием страха мы не поспешили исправить свою жизнь, и через то не избегли тяжести наказания. Рассчитывается такая беззаботность в настоящей жизни, приведет нам, там нас, на самое дно ада. Итак, скажите же мне, вы, безумные, выставляющие бога в житцом, посчитающие слова священных писаний лишь пустыми угрозами, а не истиной, как полагаете вы, тот, презревший Лазаря, не мучится? Еродивые девы не изгоняются из брачного чертога? Отказавшиеся напитать Христа не пойдут в огонь, уготованный дьяволу и ангелом его? Одетый в нечистую одежду не будет связан по рукам и по ногам и осужден на гибель? Требовавший ста динариев не будет предан истязателям? Разве не правда то, что сказано о прелюбодеях? Черь их не умирает и огонь не угасает. Или все это только одни угрозы? Да, говоришь ты. Но скажите мне, несчастные, на каком основании осмеливаетесь вы утверждать такие вещи и произносить от себя столь несправедливый приговор. А я могу доказать вам противное и словами, и делами Христовыми. Если не верят словам Писания о будущем наказании, то по крайней мере тому, что уже совершилось, все, конечно, должны поверить. Ведь то, что уже было, что исполнилось на самом деле, не пустая, конечно, угроза и слова. Итак, кто при Ное навел потоп на всю Вселенную, произвел столь ужасное истребление гибельского нашего рода? Кто зачем не звел молнии и огонь с неба на землю Содомскую? Кто потопил в море всю силу египетскую? Кто истребил 600 тысяч человек в пустыне? Кто попавил огнем сон оберонов? Кто повелел земле разверть устафа и поглотить Корея, Дафана и бывший с ним? Кто при Давиде в одно мгновение поразил 70 тысяч? Кто 185 тысяч в одну ночь умертвил в одни пророка Исаии? Упоминать ли еще о наказаниях частных, о Каине, преданном на непрестанное мучение, о сыне Хармии, который побит камнями со всем его родом, о собиравшем дрова в субботу и подвергшемся той же казни, о 42 отроках, которые при Лисее седены зверями и которым не послужил извинением юный их возраст? А если хочешь видеть подобные примеры и во времена благодати, представь себе, какие наказания претерпели иудеи, когда жены их ели собственных детей, и зажаривая, и в других видах употребляя, как они поражены были ужасным голодом и многочисленными тяжкими бедствиями войны до такой степени, что все прежние несчастья кажутся ничтожными при совпоставлении с этими ужасами, а что именно Христос навел на них все это, послушай, как Сам Он предсказывает эти несчастья то в притчах, то ясно и определенно. Например, в притче Он говорит «Врагов же Моих, которые не захотели, чтобы Я царствовал, приведите предо Мною и рассеките». О том же говорят притчи о винограднике и о браке. Такие же угрозы выражаются и ясно и определенно, когда Он говорит «Падут от острия меча и будет на земле смятение от шума морского возмущения и от страха и ожидания грядущих бедствий и будет скорбь великая, какой не был от начала мира до ныне и не будет». Всем известно также, какой казни подверглись Анане и Сафиро за утайку нескольких монет. А ежедневные несчастья, какие мы терпим за грехи, кто их не видит или скажет, что их не бывает? «Но разве в наши дни не погибают люди от голода? Не страдают проказой другими телесными болезнями? Не живут в безысходной нищете? Не терпят тысячи несносных и тяжких бедствий? Теперь справедливо ли было бы одних наказывать, а других нет? Если Бог не несправедлив, что несомненно, то, конечно, и ты будешь наказан за грехи свои. Если же ты думаешь, что Бог тебя не накажет, так как Он человека любив, то и тех не нужно было наказывать. Но вот ради этих ваших жалких слов Бога и здесь многих наказывает, чтобы вы, неверующие словесным угрозам, поверили хотя бы действительным казням. И так как давно минувшее нас мало устрашает, то Он вразумляет беспечность современными событиями, которые совершаются в каждом поколении. Почему же, скажет Бог, не наказывает всех здесь, чтобы иным дать предопределенное от Него время на покаяние? А почему не ограничиться по отношению ко всем только тамошними наказаниями, чтобы не умножилось число неверующих в Божию промыслу? Почему из разбойников одни пойманы, а другие ушли от наказания? Где тут Божие человеколюбие и правосудие? Если бы вовсе никто не был наказан, тогда можно было бы прибегнуть к этому доводу. Но когда одни наказаны, другие нет, хотя бы и большие грешили. То как это понять, что за одни и те же преступления одинаково наказание? Не придется ли признать, что наказание в этом случае является несправедливым? Итак, почему же не все наказываются здесь? Послушай, как отвечает тебе на это сам Христос. Когда некоторые погибли от падения башни, то Христос на возникшие по поводу их смерти недоумений говорил, не думайте, что сии согрешившие, грешнее всех были. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Этим он научает нас не полагаться на то, что при множестве наших преступлений остаемся без наказания, когда другие терпят его, потому что если не покаемся, непременно будем наказаны. За что же, спросишь, терпеть вещи наказания нам, которые здесь грешили недолгое время? А за что здесь человек, в одну минуту сделавший одно смертоубийство, осуждается на всю жизнь на работу в рудниках? Скажешь, Бог так не должен поступать. А как же он расслабленного 38 лет держал в столь тяжком недуге? А что за грехи наказан был тот болезнью, послушай, что говорит ему Христос. Вот ты здоров, смотри, не греши более, чтобы не сделать его с тобой хуже. Впрочем, расслабленный, говоришь, ты получил все-таки освобождение от наказания, а там этого не будет. Действительно, тамошним наказанием конца не будет. Послушай, как говорит об этом сам Христос. Ферь их не умирает, и огонь их не угасает. Так и должно быть. Если жизнь вечная, то и наказание вечное. Или не знаешь, как он угрожал иудеям? Исполнились ли эти угрозы, или остались только на словах? Сказано, не останется камня на камне. Действительно. Остался ли камень на камне? Христос сказал, и будет скорбь великий, какой не было от начала. Разве не сбылось и это? Прочитай историю Иосифа. У тебя займется дух при одном рассказе о бедствиях, какие претерпели иудеи на самом деле. Говорят, что эти ужасы не имеют себе примера в истории, что никогда не раздражалась над народом такой войны. Напоминаю об них не с тем, чтобы огорчить вас, но чтобы обеспечить вам безопасность в будущем. Ведь, утешая вас напрасными надеждами, я могу подвернуть вас тягостейшим наказаниям. И скажи мне, почему бы ты не заслуживал быть наказанным за грехи твои? Не предупредил ли тебя Бог обо всем? Не угрожал ли он тебе? Не устрашал ли? Не употреблял ли тысячи средств для твоего спасения? Не даровал ли тебе баню возрождения? И не простил ли всех прежних грехов твоих? И после этого возрождения, после отпущения грехов, не дал ли тебе, когда ты опять стал грешить, нового пособия к покаянию? Не облегчил ли тебе способов получить прощение в грехах, что делал нас и после этого? Итак, выслушай, что заповедал Бог. Если будешь прощать грехи близнему, то и я, говорит он, прощу тебя. Разве это неудобно? Судите сироту, сказано, оправдайте вдовицы, придите, и рассудим, говорит Господь. Если грехи ваши будут как багряные, как снег, убилю. Разве это трудно? Слова твои, беззакония твои, они разделили нас. Какая в этом тягость? Грехи твои милостыними искупи. Какой в этом труд? Мытарь сказал, милостив будь тем негрешному. И пошел оправдан. Трудно ли подражать мытарю? Но и после всего этого ты не хочешь убедиться, что есть и казнь, и мучение. Может быть, ты скажешь, что и дьявол не наказывается? Сказано, идите в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. Но если нет гиенны, то и он не наказывается. Если же дьявол наказывается, очевидно, что будем наказаны и мы, которые делаем дела его. И мы приступаем к воле Божию, хотя не в том самом, с чем он. Как же не боишься ты говорить дерзко о бой и утверждая, что Бог человека любив? А потому не накажет? А если накажет, то, по-твоему, выйдет, что он уже и не человеколюбив. Видишь, какие речи внушает вам дьявол. Что же, по-вашему, монахи, поселившиеся в горах и подъявшие множество подвигов в горах, вертепах и пропастях земных, останутся неувенчанными? Ведь если злые не наказываются и нет никакого воздаяния, так чего не сказать и с таким же основанием, что и добрые не увенчиваются? Ты скажешь, нет, Богу прилично иметь одно лишь царство, а не гиенну. Следовательно, и блузник, и прелюбодей, совершивший тысячи преступлений, будут наслаждаться теми же благами, какими и отличившись целомудрием и святость и воздержанием, словом, уподобившись по жизни ангелам. Если нет не гиенны, гиенны, а воскресенье все-таки будет, то и злые удостоятся тех же благ, каких праведники. Но какой безумец станет утверждать это? Или лучше сказать, кто из демонов осмелится выговорить это? Даже и бесы признают гиенну. Потому я его запил. Зачем пришел ты прежде времени мучить нас? Как же ты не боишься, не ужасаешься отрицать то, что признают даже бесы? Как не поймешь, какой учитель внушает тебе столь злые наставления? Тот, кто обольстил человека в начале и предложением больших надежд исторг у него блага, бывшее уже в руках, тот же и ныне внушает так говорить и думать. Наущает. Я для того и убеждает некоторых думать, что нет гиенны, чтобы вверзнуть в гиенну. Напротив, Бог угрожает гиенны и ее приготовил, чтобы мы, зная о ней, так жили, чтобы не впасть в гиенну. Если дьявол теперь, когда есть гиенна, уверяет тебя, что ее нет, то если бы не было гиенны, какая была бы нужда свидетельствовать о ней бесам, которые всего более стараются о том, чтобы мы не подозревали ничего подобного, чтобы не страшать ее, стали без печени и спали с ними в гиенский огонь. Но почему же, спросишь, они свидетельствовали тогда о гиене? Потому что не могли сопротивляться принуждавшей их к тому необходимости. взяв о внимании все это, да пристанут умствующие так своими речами обольщать себя и других. Бог, говорил пророк, явно пришел Бог наш и не примолчит. Огонь поедающий пред ним возгорит и окрест его буря сильная. Огонь пред ним предвидит и попалит окрест врагов его. А кто враги Божий, если не блудники, прелюбодеи, мужеложники, походники, идолослужители, корыстолюбцы, пьяницы, клятвопреступники, ропотники, гневливые, злопамятные, гордые, высокомерные, непослушные родителям, немилосердные. Им всем в страшный день общего воскресения повелит судья. Идите от меня, проклятые в огонь, вечные, уготованные дьяволу и ангелам его. 786 Если за все исчисленное сейчас мы понесем наказание, то они гораздо строже на страшном суде ответят за свои слова те, которые высмеивают страшные и наводящие трепет угрозы Христовы и приводят к беспечности многих готовых позаботиться о своем спасении и оказывается хуже даже язычников ни неветян. Те, хотя и вовсе не знали истин, но как скоро услышали, что город их будет истреблен, не только не отнеслись с неверием к проповеди пророка, но восстинали, облеклись в рубище и смирились, и не оставляли всего этого до тех пор, пока не уныло стерили Бога и не отвратили его гнева. А ты, христианин, после стольких уроков и на словах и на деле уничижаешь то, что сказал Христос, смотри, участь твоя будет противоположна участи неневитян. Все, убоявшись слов, не подверглись доказанию на самом деле, а ты, презираясь все словесные угрозы, понесешь казнь на самом деле. Разве не видишь, что сделал Христос и здесь на земле? Не одинаковое жребие удостоил он двух разбойников, но одного ввел в царство, а другой другого послал в биенну. Но что говорить о разбойнике и человеку убийце? Христос не пощадил апостола, который сделался предателем, но предвидя, что он повесится, удавится и рассядится, как сказал, когда он повесился, то расстелась внутренность его, предвидя, все это, попустил, однако, с ему претерпеть, чтобы через настоящее удостоверить себя во всем будущем. Итак, не обманывайте люди сами себя, доверяя дьяволу, ведь это его внушение. Если судьи, господа, учители, если образованные народы и варвары награждают добрых и наказывают злых, то возможно ли, чтобы Бог поступил иначе и доброго сравнял с порочным, до чего дойдет тогда порок, если ныне порочные, ожидая наказания, окруженные повсюду страхом и от судей, и от законов, несмотря на все это, не отстают от дурных дел, то когда же перестанут они быть злыми, если будут знать, что подшествие и вечность избавятся от всякого страха и не только не впадут в гену, но еще получат царство? Скажи мне, будет человеколюбиво уравнять путь пороку, награждать зло, удостаивать одной чести целомудренного и распутного, верного и нечестивого, милостивого и бесцеловечного. Если бы Богу никакого дела не было до нас, грешим ли мы или подвязаемся в добре, то, может быть, было бы некоторое основание сказать, что наказаний нет. А если он так заботится о том, чтобы мы не грешили и такие употребляет меры, чтобы мы соблюдали заповеди, то очевидно, что он из огрешающих наказывает и делающих добро увенчивает. И заметь при этом какая нелепость. С одной стороны жалуется на Бога, что он часто бывает долготерпелив и равнодушно взирает на то, что многие злодеи, флотоугодники, притеснители остаются без наказания, а с другой горько и сильно ропшет на то, что Бог угрожает им наказанием. Но если последнее огорчает их, то первое не должны бы одобрить и восхвалить? О, безумие! О, нелепое и бесстыдное рассуждение! О, грехолюбивая и преданная пороку душа! Ведь любовь к удовольствиям и рождает все эти учения. А если бы рассуждающие таким образом возлюбили добродетель, то скоро уверились бы в гиене и не стали бы более сомневаться. спрашиваешь, где и в каком месте будет гиена? Но что тебе до этого задело? Нужно знать, что она есть, а не то, где и в каком месте скрывается. Некоторые, применяя гиене, то что рассказывается о какой-то войне в древности, пустословятся, она находится в долине Иосафатовой. Действительно был такой случай, что Бог, наказывая противников своим праведным судом, совершенно истребилась именно в долине Иосафатовой. Так что обитателям Иерусалима на семь лет хватило оружия истребленных на топливо. И вот здесь ты хотят теперь поместить гиену. Но Писание этого не говорит. Ты хочешь все-таки знать, в каком месте будет гиена? По моему мнению, где-нибудь вне всего этого мира. Как царские темницы и рудокопии бывают в местах отдаленных, так и гиена будет где-нибудь вне этой вселенной. Не будем допытываться ни о том, где она, но как избежать ее. И потому, что Бог не всех наказывает здесь, не должны мы не верить будущим наказаниям. Он человека любил и долготерпелив, и потому угрожает, а не вдруг ввергает гиену. Не хочу смерти грешника, говорит он, но чтобы обратился и жив был. А если нет смерти для грешника, то это напрасно сказано. 788 Я знаю, что для вас нет ничего неприятного подобных слов, а для меня они всегда приятнее. О, если бы вы и за обедом, и за ужином, и в бане везде беседовали о гиене, тогда мы не сетывали бы на настоящее бедствие и не услаждались бы земными благами. Да и какие бы тогда могли огорчать нас несчастья, несчета, болезнь, плен, недух телесный. Все это достойно смеха в сравнении с будущим наказанием. Укажешь ли мне на томящихся всегда голодом, на слепых младенчества, на выпрашивающих себе каждый кусок хлеба? И подобное испытать ничего не значит в сравнении с будущим мучением. Итак, будем постоянно обращаться к гиене и умом, и языком. Память о ней не допустит нас впасть в гиену. Или не слышишь, что говорит Павел, которые пойдут в муку вечную от лица Господня. Или не слышишь, как колбыл Нерон, которого Павел называет антихристовой тайной. Тайна уже в действии. Говорит он, итак, что же, уже ли ничего не потерпит Нерон, ничего не потерпит антихрист, ничего дьявол, а следовательно антихрист и дьявол всегда будут, потому что оставшись без наказания, они не оставят злобы своей. Нет, говоришь ты, всякому известно, что есть наказание и гиенна, но впадут в гиенну одни неверные. Почему же, скажи? Потому ответе, что верные познали своего владыку. Что же из этого? Когда жизнь нечиста, они понесут за это еще больше наказания в сравнении с неверными, которые вне закона согрешили, вне закона и погибнут, а которые под законом согрешили, по закону и осудятся. Еще, раб, знавший волю господина своего и не сотворивший, бит будет много. Но если это сказано без всякой мысли, и нам не должно давать отчета в жизни, то и дьявол не будет наказан, потому что он знает Бога лучше многих из людей. Ведь и бесы знают Бога, трепещут его и признают судьею. Итак, если не потребуется у нас отчета в жизни и злых делах, то и бесы избегнут наказания. Нет, нет, не обманывайте сами себя возлюбленные. Если нет гиены, то как же апостолы будут судить двенадцать колен Израилевых? Как Павел говорит, не знаете ли, что ангелов будем судить, а не только житейское? Зачем Христос сказал, мужи Неневи восстанут на суд, родом Сим и осудят его? И все, в земле Содомской и Заморской отрадней будет день судный. Как же ты, человек, шутишь, чем шутить не должно? Сам себя обманываешь и вводишь в заблуждение душу свою? Зачем восстаешь против человека любия Божия? Для того именно Бог и создал гиенну и угрожает ею, чтобы мы из страха ее старались быть лучшими и в нее не впадали. Поэтому кто запрещает говорить о гиенне, тот не достигает ничего другого, как незаметно приготовляет самому себе, самого же себя обманывая, гибель в гиенне. Не связывай же рук подвязающихся добродетели, не усиливай нерадения в людях, погруженных в сон. Если бы уверить людей, что нет гиены, то отстали бы они когда-нибудь от порока. И где же будет правда? Не говорю уже о грешниках и праведниках, но исключительно о грешниках. Почему один наказывается здесь, а другой не наказывается за то же самый, а то и тиктайший грех? Если нет гиены, ничего нельзя сказать за такую жалобу. А потому прошу вас всех оставить такую смешную, прямо сатанинскую мысль и тем заградить уставов, возражающих против этого. В самых малых делах, как худых, так и добрых, будет строгое испытание. И за нескромный взгляд подвергнемся мы наказанию, и в праздном слове дадим отчет, и в смехе, и в злоречии, и в дурном помысле, и в пьянстве, а равной в добрых делах за чашу студеной воды. За ласковое слово за один вздох получим награду. Сказано ведь, сделай знамение на лицах стена истих и болезну истих. Как же смеешь ты говорить, что Бог с такой строгостью испытуешься нашу жизнь, напрасно и попусту угрожал гиенную. Прошу вас, умоляю, не губите такими суетными надеждами себя и тех, которые вам доверяются. Если не верите нашим словам, спросите иудеев, еленов, всех еретиков, и все они как бы одними устами ответят, что будет суд и воздаяние. А кто недовольствуется человеческим свидетельством, пусть спросит самих бесов и услышит, как попьют они, «Кто пришел ты прежде времени мучить нас?» Матфея 8, 29. Представьте же себе все это и убедите сами себя не болтать пустых слов, чтобы на опыте не изъезжать гиенны, а напротив, уцеломудрившись помышлением о гиенне, быть в состоянии не только избежать будущих мучений, но даже получить будущее благо по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, Которому с Отцом и Святым Духом слава и держава во веки веков Аминь.